Городская поликлиника номер один с начала эпидсезона напоминает банк в день выдачи пенсий. В зале ожидания полно народу. По талону свои электронные очереди пришедшие ждут с нетерпением. Скоротать время разговорами о приятном не получается. У тех, кому к терапевту высокая температура, кашель, насморк. Таких пациентов первым делом заводят в фильтр, отпаивают специальными настойками, затем выписывают рецепты. Жалобы есть какие, что беспокоит вас? Сегодня октябрьские поликлиники рапортуют о стопроцентном запасе противовирусных препаратов. В дошкольных учреждениях детей также принимают, предварительно измерив температуру тела. В случае незначительного отклонения от нормы, малышей отправляют домой. Медики советуют не относиться легкомысленно к простудам. Вирус гриппов в последние годы мутирует, поэтому осложнения могут быть весьма тяжелыми. Сначала смерим температуру больных, потом мы оказываем помощь. Ситуацию с УРВИ медики не могут назвать тревожной. Несмотря на отсутствие сильных морозов, количество перенесших острые вирусные респираторные инфекции не так уж велико. В прошлый эпидсезон их количество перевалило за 6 тысяч человек, в этом году – лишь за 2 тысячи. Зато куда тревожнее выглядит ситуация с заболеваемостью гриппом. Количество заболевших по сравнению с прошлым годом возросло более чем в 2,5 раза. Среди заболевших были и беременные. В прошлом году было зарегистрировано 6171 случаев, то есть отмечается на снижение заболеваемости на 2,2 раза. Но отмечается рост заболеваемости гриппом. В прошлом году было 10 случаев, в этом году у нас зарегистрировано 26 случаев. Но летальных исходов и осложнений не зарегистрировано. Сейчас в местах большого скопления людей рекомендовано соблюдать масочный режим. В свободной продаже стоимость масок все та же – в среднем 30 тенге. Помимо этого медики особо призывают заболевших не заниматься самолечением. Тем более, что, как выяснилось, не все так называемые противовирусные препараты в аптеках эффективны. Поэтому лучше, если рецепты будет выписывать врач. Однако, как показал наш небольшой опрос, люди зачастую с традиционным методом лечения практикуют и нетрадиционный. Прививку сделал. Как, помогает? Я откуда знаю. Помогает? Нет. Ну, народными способами обычно. Это чай с малиной, вот, и такие вот срадевающие, компрессы, вот. И помогает, да. Если лечиться, если не запускать и лечиться, то, конечно, помогает. Когда терпимо, иду к врачу. Когда совсем плохо, думаю о муле. Меня, когда я болею, лечит папа, мама. Ну, лекарства дают, уколы делают. Пик заболеваемости гриппом, как прогнозируют специалисты, придется на февраль. На больничной не уйдут только те, кто будет потреблять продукты с содержанием витамина С. Не стоит также пренебрегать специальными профилактическими мазями и иммуноукрепляющими средствами. Всего по городу в этом году от гриппа было привито около 33 тысяч человек. Из них почти 14 тысяч за счет государства, которое выделило на это 10 миллионов тенге. Акмар Алмайгузова, Алексей Уразов, программа «Факт».